Сегодня позвольте обсудить проблемы лечения новой подгруппы нейроэндокринных опухолей G3, а также представить результаты нашего собственного исследования, перспективного исследования по изучению эффективности различных режимов химиотерапии в первой линии для данной группы пациентов. Как известно, нейроэндокринные неоплазии по МКБ кодируются в соответствии с их органопринадлежностью. Так, например, неоподжелудочные железы кодируются как C25, неолегкого как C34, что, конечно, затрудняет статистический подсчет таких пациентов. Однако, благодаря работе Государственного ракового регистра были сделаны выводы о том, что по итогам 2017 года Россия являлась самой крупной из представленных стран Европы по численности населения и занимала второе место по числу зарегистрированных пациентов с нейроэндокринными неоплазиями. Распространенность нейроэндокринных неоплазий на 100 тысяч населения на 2017 год составила 14,7%. Общее количество пациентов с нейроэндокринных неоплазий состояло 21 668 случаев. Как уже было сказано ранее, классификация нейроэндокринных неоплазий за последние десятилетия претерпела ряд значимых изменений. Хочется сразу оговориться о важности разделения нейроэндокринных опухолей, нейроэндокринных карцином. Ранее нейроэндокринные неоплазии делились на высокодифференцированные нео-G1, G2 и низкодифференцированные нейроэндокринные карциномы, или также иногда их отмечали как нейроэндокринные опухоли G3. Однако с течением времени и с накоплением клинического опыта стало понятно, что группа NECG3 – это крайне гетерогенная группа, и часть пациентов течет более благоприятно. В 2017 году была выделена отдельная группа нейроэндокринных опухолей G3. Для упрощения понимания новой классификации можно провести аналогию с фильмом «Хороший, плохой, злой», где хорошими являются опухоли высокодифференцированные нео-G1 и G2, как опухоли индолентного течения и благоприятного прогноза. Соответственно, нейроэндокринные карциномы являются злыми опухолями, агрессивными и неблагоприятного прогноза. А в свою очередь нейроэндокринные опухоли G3 – это опухоли умеренного прогноза. В настоящее время современная классификация выглядит так. Нео-G1 – это опухоли с КИ-67 менее 3%, нео-G2 – с КИ-67 от 3 до 20%. Нейроэндокринные опухоли G3 и нейроэндокринные карциномы – это новообразование с КИ-67 более 20%. Однако медиана КИ-67 для нео-G3 составляет около 35%, для нейроэндокринных карцином – около 60%. Тем не менее, их дифференцировка важна, но может быть сложной задачей для патоморфолога. Поэтому КИ-67 не может являться единственным инструментом для дифференцировки этих новообразований. Нам могут помочь молекулярные особенности, такие как потери экспрессии генов DAX от ARX, как ранее было сказано, нейроэндокринными опухолями, и потери экспрессии гена ERB и аномальной экспрессии белка P53 нейроэндокринными карциномами. Также выделяется отдельная группа смешанных нейроэндокринных, ненейроэндокринных неоплазий, но на них мы не будем останавливаться. При анализе выживаемости группы, которая ранее обозначалась как NECG3, была выявлена общая выживаемость с медианой 72,3 месяца. Однако при разделении этих подгрупп было выявлено, что NEOG3 характеризуется более высокой медианой общей выживаемости, которая составляет 98,7 месяцев, в то время как нейроэндокринные карциномы с медианой составляют 17 месяцев. И в настоящее время стало понятно, что прогноз пациентов зависит не только от стадии заболевания, но также и от дифференцировки новообразования. Стратегия лечения новой подгруппы NEOG3 на сегодняшний момент, к сожалению, не определена. Тактика лечения может включать лекарственные опции как для NEOG1 и NEOG2, это аналоги с манцетатина и режимы, которые мы применяем в лечении NEOG1 и NEOG2. Также для части пациентов с более низкой дифференцировкой, с более высоким КИ67 могут применяться платинно-содержащие комбинации. Что же говорят нам исторические ретроспективные исследования? Как было показано, платинно-содержащие комбинации, это позит карбоплотина или это позит цисплотин, к сожалению, показывают очень низкую частоту объективных ответов именно в группе NEOG3, 17% по сравнению с 42% в группе нейроэндокринных карцином. Поэтому эти режимы все-таки остаются малоэффективными. Однако при изучении режимов с алкелирующими агентами, такими как капицитабин, темозоламид, стриптоза, тацинс, фторурацилом и режим фалфокс, в группе NEOG3 был достигнут контроль заболеваний до 70% и до 80% против 30% в группе нейроэндокринных карцином. Если говорить о таргетной терапии, таких препаратах, как МТОР-ингибитор и Виролимус, мультикиназный ингибитор Суентениб, то, к сожалению, частота ответов также оставляет желать лучшего для группы NEOG3, хотя возможно их применение в последующих линиях терапии, но это обсуждение для другого целого доклада. Что же касается иммунотерапии, возможно ли применение ингибиторов в контрольных точках иммунитета? На сегодняшний день существует несколько крупных исследований. Это исследование DART-Basket-Трайл, в котором изучалась комбинация ИПИЛИМУМАБа с НИВЛУМАБом, и в подгруппе нейроэндокринных неоплазий G3, скорее всего, туда входили и NENG3 и NEOG3, была достигнута частота общих ответов до 44% в группе низкодифференцированных нейроэндокринных карцином, и не было объективного ответа в группе высокодифференцированных нейроэндокринных опухолей. Также в исследовании Keynote, где изучался пембролизумаб в популяции пациентов с нейроэндокринными неоплазиями, которые ранее прогрессировали на платьно-стрижащих комбинациях. К сожалению, также ответ был низким в связи с низкой мутационной нагрузкой в высокодифференцированных опухолях. На графиках представлены такие показатели, как MSI, PDL и TMB, и на сегодняшний день понятно, что нейроэндокринные неоплазии – это все-таки опухоли с низкой иммуногенностью. Хотя, стоит оговориться, что по такому показателю, как соматические мутации на мегабазу, нейроэндокринные карциномы все-таки более иммуногенны, чем нейроэндокринные опухоли. Соматические мутации на мегабазу при нейроэндокринной карциноме составляют 5,45, а при нейроэндокринной опухоли – 1,09. Тем не менее, с каждым годом наше познание в области молекулярной генетики и молекулярных особенностей нейроэндокринных неоплазии растут, открываются новые точки для применения различных комбинаций новых препаратов. Так, по данным исследований GENTER-1601, где изучался турвалмап с тримилиумумапом, удалось достигнуть объективных ответов в 16% в группе PDL-позитивных опухолей. При применении нового препарата спарта лизумап удалось достигнуть стабилизации болезней более чем в 50% пациентов с нейроэндокринными опухолями, проще 14% в группе нейроэндокринных карцинов, несмотря на ранее сказанные об их разной иммуногенности. При применении препарата ровальпитозумап, который является ингибитором DENTER-Like-3, который в свою очередь является негативным регулятором пути-ночь, был достигнут подтвержденный ответ в 13% в обеих популяциях. Так что, возможно, нужно продолжать изучение различных комбинаций препаратов и комбинаций различных групп препаратов для повышения иммуногенности обеих групп. Рецепторы самодостатина – это уже изученная мишень, для применения в лечении неоплазий. В таблице представлена корреляция рецепторов самодостатина и степень злокачественности нейроэндокринных неоплазий. Хотя, по данным этого исследования, экспрессия рецепторов самодостатина в NEOG3 была довольно низкой – 14,3% даже по сравнению с экспрессией при нейроэндокринных карциномах, которая составила 33%. На графике выживаемости видно, что имеется тенденция к увеличению медианы общей выживаемости у пациентов с положительной экспрессией рецепторов самодостатина. Для самодостатин положительных опухолей она составила 14 месяцев, для опухолей с негативной экспрессией – 9 месяцев. Однако, все-таки выживаемости через 1 год и через 3 года статистически значимой разницы между опухолями с разной экспрессией обнаружено не было. Переходя к результатам нашего исследования, хочу сказать, что у него было включено 53 пациента с NEOG3, с 4 стадии. В первую линию химиотерапии пациенты получали один из трех режимов – это ароноза, режим кселокс, темозоламид, капицитабин или пылательно-содержащие комбинации. Средний возраст пациентов составил 52,5 года, медиана КИ-67 – 36%, большая часть – это были пациентки женского пола. У 60% пациенток наблюдался карциноидный синдром, также в 20% наблюдались другие синдромы, такие как АКТГ-котопированный синдром, сахарный диабет второго типа, МН1, синдром оценка Кушинга и синдром Фонхипель-Лендау. В части пациентов была проведена рэбиопсия, и по данным патоморфологического исследования было отмечено, что в 20% случаев наблюдалось увеличение степени злокачественности опухоли или прогрессия грейд из G1, G2, G3. Стоит сказать, что аналоги с амцетатином получили абсолютное большинство пациентов – 94%. Наиболее часто первичной локализацией опухоли была поджелудочная железа, легкие, также включались пациенты с другими локализациями – кишечник, желудок, невыявленный первичный очаг, тимус, яичники и пресакральная область. Наиболее высокая медиана выживаемости без прогрессирования наблюдалась в группе пациентов, которые получили аронозу. Она составила 19,3 месяца плюс-минус 5-9 месяцев по сравнению с 10-8 месяцами в группе XELOX, с 14-8 месяцами в группе TAMCAP. И наиболее низкая выживаемость без прогрессирования наблюдалась в группе платно-содержащей комбинации. Она составила 4,4 месяца, что, в принципе, подтверждается историческими исследованиями. Ароноза также показала себя как наиболее эффективный режим по показателям частоты объективных ответов, который составил 36,8%, и по частоте контроля заболевания – 73,6%. Режим XELOX и TAMCAP по этим показателям были, в принципе, сопоставимы. Частота объективного ответа составила до 12%, частота контроля заболевания до 63%. К сожалению, платно-содержащие комбинации проигрывали остальным режимам. Также при проведении регрессионного анализа нам было получено данное о том, что ароноза превосходит платно-содержащие режимы по показателям выживаемости без прогрессирования. Однако статистически разначимой разницы между режимами ароноза к XELOX и TAMCAP обнаружено не было, что интересно. При анализе токсичности хочется отметить, что при применении режима XELOX появлялись такие виды токсичности, как тошнота и рвота в 71%, полинеэропатия в 83%, ладонно-подошвенный синдром и диарея. При применении платно-содержащих комбинаций в 84% в случаях наблюдалась тошнота и рвота, что, конечно, влияет на качество жизни наших пациентов. Также хочется сказать об астении, которая при применении платины наблюдалась у 90% пациентов, при применении режима XELOX в 60% и при применении ароноза в 19%. То есть можно сказать, что ароноза была наиболее хорошо переносимым режимом. Общая выживаемость для всей группы популяции, для всей популяции NEOG3 состояла 62 месяца. Также нам была выявлена тенденция к уменьшению медиана общей выживаемости при увлечении КИ-67. Рецепторный статус был определен у 66% пациентов, это 35 человек. В 80% случаев экспрессия была положительной. Экспрессия рецепторов самостатина определялась либо методом ЭГХ, либо у маленькой части пациентов с помощью дататейт и дататок. Наиболее часто встречалась экспрессия рецепторов самостатина 2-го А-типа. Наиболее часто позитивный статус рецепторов самостатина наблюдался при локализации первичной опухоли как в кишечнике, так и в поджелудочной железе. При анализе подгрупп с высокой и низкой экспрессией рецепторов самостатина, медиана выживаемости без прогрессирования для подгрупп с высокой экспрессией рецепторов 2-го и 5-го типов, то есть 3+, составила 23 и 48 месяцев соответственно, против примерно 10 месяцев в группах с более низкой экспрессией, что подтверждается также историческими ретроспективными исследованиями. Также нами была выявлена тенденция к увеличению выживаемости без прогрессирования в группе самостатин положительных опухолей, что видно на третьем графике. Ну и подходя к итогам моей презентации, хочу сказать о том, что предпочтительными режимами первой линии химотерапии может быть препарат Араноза, как режим с наиболее высокими показателями выживаемости без прогрессирования, с высоким показателем контроля заболеваемости и с приемлемым профилем токсичности. Также могут применяться режимы ТАМКАП и Кселокс, как режимы с удовлетворительными показателями выживаемости без прогрессирования и контроль заболевания. Хочется отдельно отметить, что важным является определение статуса рецепторов самостатина, что делает возможным добавление аналогов самостатина к основному химиотерапевтическому лечению для достижения максимальной эффективности терапии. Ну и, конечно, необходимо дальнейшее изучение новой подгруппы NeoG3. Спасибо за внимание. Спасибо.